Донежский лагерь моего детства имел стандартный набор оздоровительно развлекательных мероприятий. Подъем, зарядка, каш с маслом, футбол, кружок выжигания по фанере, вечером неуловимый мститель или кавказская пленница и отбой. Потом в постсоветские годы лагерь вообще умер как явление, а вскоре стал возрождаться, но уже возрождаться разнообразно. Дмитрий, здравствуйте. В чем особенность тех лагерей, которыми вы занимаетесь? Мы профессиональные путешественники, и мы решили приобщать путешественников к путешествиям детей. В 2000 году сделали в Корее лагерь. Называется «Большое приключение». Дети путешествуют, так это маранах по рекам, на велосипедах по лесам. Но почувствовали, что хорошо, чтобы лагерь был круглогодичный. Давайте сделаем зимовой тоже программу. Лыжи и завели собак. Но когда появились собаки, и собачьи упряжки, на которых дети тоже могут путешествовать, то возник вопрос, что хорошо бы, чтобы летом собаки тоже что-нибудь делали. И тогда мы придумали абсолютное ноу-хау, значит, дети путешествуют летом вместе с собаками. Значит, есть вольер, дети приезжают, выходят в вольер и выбирают собак. Тут на самом деле происходит первое совершенно удивительное событие. Мы не можем понять, кто выбирает, человечек собаку или собачка человека. Значит, ну а вот выбор оказывается абсолютно 100%. Значит, потом эта пара, значит, 14 дней путешествует. Довольно много в наших ладерях детей с инвалидностью, с ограничением возможности здоровья. Ну и довольно быстро мы уловили определенный реабилитационный эффект именно от общения с собаками. Ну, опять-таки, вот пример. Значит, мы довольно часто употребляем слово, причем его неправильно употребляем, которое глухонемой. Значит, как только вот такой ребенок глухой или слабослышащий попадает в вольер с собаками, когда вот у него оказывается его лохматый друг, о котором он заботится, он тут же мгновенно начинает с ним разговаривать. И наши инструктора, которые уже ловят этот момент, и на самом деле все, конечно, абсолютно обучены, значит, они тут же начинают с этим ребеночком тоже разговаривать, инструктора с ребеночком. И таким образом он социально меняется. А как происходит вообще путешествие с собак? Как оно готовится? Как оно начинается? Если летом, если летом, вот то, что я назвал нашим достижением, значит, у каждого ребеночка вот есть специальный пояс, к поясу пристегивается довольно длинный поводок, и у собаки специальная сбруя. Таким образом, значит, ребенок и собака – это вот некая пара. Иногда собака на двух ребятишек, ну и они идут. А хаска как порода вообще? Что, совершенно дружелюбно? Сто процентов? Сто процентов, да. Да. И вот, поскольку все это было очень успешно, особенно по отношению к детям-инвалидам, то четыре года назад решили, что давайте попробуем сделать так, чтобы не дети из Москвы ехали в гости к хаскам, а хаски приехали в гости к детям в Москву. И сделали программу, которая называется «По пути с хаски». Это ваши карельские хаски в командировке в Москву? Да, в командировке. Они сюда приехали в количестве 30 штук. Вот. Ну, а если, значит, вот вернуться все-таки к нашему ладерю, вот я рассказал про глухонемых, но таких эффектов крайне много. И вот очень хочется ими поделиться. Например, приезжает воспитанники так называемых ПНИ – психонервологический интернат. Там это уже не дети, а это молодые инвалиды, которые живут здесь, в этих ПНИ, в Москве, в довольно жестком режиме. Это, в общем, полузакрытое учреждение. И вот они оказываются там вместе с собаками. Значит, в вольере в том же самом. Довольно часто эти люди, они такие, ну, не очень веселые, скажем. Вот эта вот игрушка пропадает. У нее появляется новая мимика. Когда они видят вот это вот абсолютно доброжелательную, полную, значит, счастье, полную доброты собачью морду, у них, видимо, что-то внутри меняется, оттаивает, и они реально становятся другими людьми. То есть эффект вот такой вот реабилитационный с точки зрения психологии, вот потом вот выхода на социальное общение, он просто очень большой. Вот вообще как-то вот с собаками приходится вам сейчас лично? Сейчас нет, но были собаки. Понимаете, довольно много, особенно вот детей из детских домов, или там вот каких-то ребят, которые собак боятся. Так вот интересно, что после программы в Сокольниках по Бутисхазке, или после посещения нашего большого привлечения, вот этот страх перед собакой абсолютно у всех пропадает. Вообще, то, что собаки учат общение с собаками, делает человека добрее, это более-менее всем понятно, да, это вот в плане психологии, в плане характера. Но ведь существуют довольно глубокие исследования, которые говорят о том, что общение с собакой для человека и меняет его различные физиологические параметры. Например, точно уменьшается физиологический стресс, стресс агрессии, там, и так далее, и так далее. Я просто подумал, а почему только собаки? Среди мира животных есть многие, которые могут пригодиться, а лошади, а оленя, если бы в Карелии, и так далее. Ну, это я так накидываю, я люблю все развивать, поэтому просто сказал, ну, а там подумайте. Сейчас такая модная тема контактная зоопархия, но все имеет, в общем, свои сложности. Вот, очень важно все-таки обеспечить детей, обеспечить детям безопасность. Вот, вы задали вопрос насчет того, насколько они добры и ласковы по отношению к детям, и задали вопрос, 100% или нет, и я вам ответил, да, 100%. Понятно. Да, я понимаю, какая ответственность на вас лежит. Большое спасибо, Дмитрий. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»